Дуа Мен елемді жүр алмайның сағымбай Көлкім өлдік жағасындағы Қазақтері жарқырайды лағылдай Алтық ұрлық арасындағы Солдаланың тұрғындары бағымдай Жүзі жылы жанасыл бәрі Өзерің тұжақсы көрем жанымдай Әмекейдің жанашырлары Қазерлі қалқым май Дәстірмен салтынай Әуенге балқым май Жүрмейдің шалқым май Сен жүрегімдесің қалқым май Әр қазақ алтындай Алтыннан артығай Сен жүрегімдесің қалқым май қалқым май Алтай менен атыраудың арасын Арыласың ауасы дауа Көршілерім кереге мен қарасын Бесі тегі баласыданай Ер келетіп ала қанға саласын Анаңдайсың боласемдала Дәрі сүндай мағамбат мен баласын Сүйелады анасың ана Қасерлі қалқым май Дәстірмен салтынай Әуенге балқым май Жүрмейдің шалқым май Сен жүрегімдесің қалқым май Әр қазақ алтындай Алтыннан артығай Сен жүрегімдесің қалқым май Қасерлі қалқым май Қасерлі қалқым май Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители! В эфире солнечная передача «Куншуа». Сегодня большой день для всей страны. Мы отмечаем День независимости Республики Казахстан. Это один из самых значимых праздников нашей страны. 31 год назад наша страна обрела статус независимого демократического правового светского государства, став символом единства и процветания. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями. В этот знаменательный день примите самое теплое пожелание крепкого здоровья, семейного благополучия и счастливой жизни. Пусть процветает наш Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочется поздравить вас с праздником Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну и конечно же Наверное Это То, что Республика Казахстан Стала полноправным Членом Мирового сообщества Мы признаны Как полноправное государство Входим в организацию Объемных наций Мы входим Весьма серьезные Согласовательные органы Регионального плана Совет по взаимодействию Миеводовение Доверие в Азии Председательство Шанхайское организация Сотрудничества В ОБСЕМ В 2010 г. На мировой арене, конечно, Республика Казахстан уже имеет определенный вес и авторитет, наверное, от миротворца. Потому что вы знаете, сколько событий вокруг Республики Казахстана и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии в целом. И вот наша площадка, Астанинская площадка, площадка Республики Казахстан, она является площадкой мира и согласия, где решаются многие вопросы. Это не нужно скрывать, это нужно говорить. Спасибо. Лена Алексеевна, ну вот а по-вашему, что дала все-таки независимость? Вы являетесь председателем Совета деловых женщин. И пользуясь моментом, хотелось бы вас поздравить с вашей наградой. Буквально недавно состоялось награждение именно государственной премии, где вы победили в номинации. Это номинация «Алтенсапа». Это же ведь большая победа, достойная, заслуженная. Безусловно, вы гордитесь этой наградой. Поэтому вы, именно ваш совет деловых женщин, вносите также большой вклад в развитие нашей страны и вот именно то, что происходит в нашей области. Такие важные, значимые события, где вы прилагаете тоже немало усилий, чтобы продвигать именно ваш, молодежь в том числе, и подавать пример подрастающему поколению. Спасибо, Лаура. Я бы начала бы с того, потому что коллега уже обозначил, в принципе, основу Дня независимости. Этот этап очень хорошо сказал. Я бы продолжила бы, да, его мысли с того, что сейчас Новый Казахстан. Новый Казахстан, в который мы сейчас вступаем. И правильно сказал президент, что Новый Казахстан, он, это образ в будущем независимого государства. И, конечно, мы все должны знать, как говорил президент, что судьба Казахстана волнует только нас, казахстанцев. Новый Казахстан строит нам все вместе. Нам никто его на блюдечке не принесет и не преподнесет. Мы должны, вот мы сидящие, мы говорящие, мы работающие, каждый на своем месте должен понимать, что Новый Казахстан по-хорошему. Мы входим, мы начинаем строить для будущего, для наших детей, для поколения. Поэтому мы все должны поддержать политический курс, который сейчас взят, прежде всего, на защиту суверенитета, о котором говорил сейчас коллега, на территориальную целостность. Это самое дорогое, что мы приобрели в Днем независимости, со дня независимого государства. И это мы должны сохранить. Вот я в своем поздравлении говорила о январских событиях. Я уверена, что мы все, которые были очевидцами этих трагических дней, мы никогда это не забудем. Потому что это должно явиться опытом, это должны школы для будущих наших детей. Мы должны обозначить причины и дать знать, что этого не должно быть. Потому что буквально, это не секрет, мы защитили свою независимость, мы защитили свое государство, которое могли в те дни потерять. Поэтому мы в те дни по-настоящему осознавали, что такое независимый Казахстан. И поэтому сейчас мы должны понимать, что для детей дело я, и недаром, наверное, сегодня смотрю специалисты, занимающиеся молодежью. И наш совет деловых женщин тоже обозначен на площадке Национальной палаты Республики Казахстана Томикен на развитие бизнеса. Потому что мы все сейчас, я, может быть, часто говорю, цитируя слова президента, потому что для меня и для всех нас это важно. Важно, потому что я приехала совершенно вот вчера, позавчера я приехала с большой площадки бизнеса нашей страны. И я, конечно, еще под впечатлением от того, что президент вручал награду, президент обозначил развитие предпринимательства в нашей стране. Что означает развитие предпринимательства, развитие бизнеса, это и есть основа государства. Поэтому совет деловых женщин, это нацелен на развитие женского предпринимательства, о котором говорил президент. И говорит, что сейчас мы должны, наши действия, наша работа должна быть нацелена на то, чтобы строить инфраструктуру, заниматься модернизацией страны, модернизацией государства. Поэтому это все является, это развитие женского предпринимательства, растить детей, военные, которые на страже стоят нашей страны. По сути, это есть уже независимость нашего государства. Поэтому, да, сейчас есть у нас День республики, который введен, да, национальным праздником государственным 25 октября. Но и День независимости, который мы сегодня отмечаем вот своими достижениями, своими успехами, это есть тоже независимость. Согласна с вами, Леона Алексеевна, спасибо. На протяжении всей многовековой истории Казахстана именно проблема патриотизма занимает особое место. И вот мы знаем, что в общеобразовательных школах, сейчас Сабар Саидович тоже нам расскажет об этом, также в воинских частях проводится очень много мероприятий, в том числе уроков мужества. И невозможно, наверное, представить патриотическое воспитание без таких праздников, как 9 мая, День независимости, День конституции, День республики Казахстан, да, сейчас ввели новый праздник. Вот расскажите, пожалуйста, какая работа у вас проводится в целях патриотического воспитания вот среди подрастающего поколения, среди молодежи. Вы сегодня пришли вот со своим призывником, отрадно видеть Валентина в студии. Вот он служит и еще увлекается именно вокальной деятельностью. И сегодня он нам подарит свой музыкальный номер. Вот настоящий патриот своей страны. Во-первых, коллеги вот правильно здесь подметили. Во-первых, призывник, когда мы призываем на срочную службу, это молодые ребята нашего независимого государства по 18, 19, по 20 лет. И первые мы, наверное, с первых дней начинаем прививать любовь к Родине. Родина, что это вот дом, родители, очаг и наша республика. То есть патриотизм начинается с семьи. Это вот у нас в сердце, как правильно сказать, что вот эти вот первые азы, это вот на занятиях, по воспитательной работе, на информировании, мы вот начинаем с этого, именно с Азов, потому что дать понятие нашим военнослужащим, что они охраняют покой и порядок граждан республики Астан в городах, в основном городах, областных центрах и, главное, в Астане. И до военнослужащих надо донести правильно, чтобы они понимали, что они стоят на страже правопорядка. Главное, что вот правопорядка, я думаю, что вот подметили, что январские события доказали, что все военнослужащие национальной гвардии до последнего стояли на страже правопорядка. Никто не отступил, никто не дал заднюю, все официровали, что по контракту и солдаты до последнего стояли на страже независимости. И вот что они доказали своим, что они были правильны. Я думаю, что вот мы с первых дней прививаем, вот это вот объясняем, доводим, что они должны именно вот в законную сторону правильно понимать, что они находятся на страже независимости, на страже правопорядка. Вот эти. А как они сами воспринимают это, молодежь? Да, воспринимают. Все по-разному, конечно, у нас, как сказать, у каждого свое мирозрение, кто-то получил, например, воспитание, кто в семье, от этого, наверное, зависит. Основное воспитание это идет в семье. Потом мы просто прививаем от этого все. И в основном все военнослужащие это понимают и добросовестно выполняют свои обязанности. Лаура, можно я продолжу эту тему, да? Да, у вас профессия защищать Родину – это долг каждого, да, солдата. А вот наши девушки, женщины-предприниматели, которые на общественных началах оказывают помощь, да, мало того, оказывают помощь, проявляют благотворительность. И вообще много-много чего они делают, мало того, бесплатно. Они еще свои деньги вкладывают в развитие предпринимательства в нашей области, да. Я тоже считаю это патриотизм. Это патриоты они своего дела, потому что… Более занимаются благотворительной деятельностью. И благотворительность – патриотизм. И развивать бизнес – это патриотизм. Это и просто громко сказано бизнес. На самом деле они ведь, развивая свой бизнес, они помогают начинающим, которые не знают, как вообще, что делать. Вот они получат грант, да, хорошо, если получат, они не знают, как их использовать. Вот представляете, да, какая тут вообще, это даже не конкуренция, это вообще, это патриотизм. Они берут буквально эту девушку и учат работать, строят бизнес. Зато сколько ошибок она уже обошла, и насколько она сделала вперед эти шаги. Это, я считаю, тоже патриотизм. Это патриоты. Давайте предоставим теперь имя сильным девушкам по нашим патриоткам слово. Скажите, пожалуйста, какая ваша основная цель, какой вклад вы вносите и хотели бы внести еще в развитие нашей страны? Молокопедия, кто у меня? Две. Детский центр «Суперстарт». Мы там с детьми занимаемся и обучаем педагогов, родителей. К нам приходят детки с ограниченными возможностями. Мы обучаем их мамы, как надо в домашних условиях заниматься с детьми, как надо обучать. Некоторые дети, например, в школу не ходят, в доме обучаются. Мы обучаем, сертификаты выдаем и удостоверение. Некоторые мамы начали свой бизнес, они открывали свои кабинеты, логопедические кабинеты, ну, готовые логопеды мамы, у которых дети с ограниченными возможностями. Мамы, они про свой диагноз детей, она очень хорошо знает, лучше, чем логопед, она хорошо знает, потому что она учится, ищет информации, занимается с ребенком, у нее хорошая практика. Поэтому я с удовольствием с ними занимаюсь, обучаю. То есть вы делаете вот такое благое дело, помогаете детям с особыми потребностями, и еще помогаете родителям, чтобы они тоже занимались со своими детьми, не чувствовали себя ущемленными. И сопровождение есть целый год. Спасибо. На протяжении вот 6-7 лет занимаюсь благотворительностью. В наш коллектив проводим мы новогодние благотворительные утренники для детей из семей, многодетных семей, из малообеспеченных семей и для особенных деток. Мы стараемся проводить такие новогодние утренники, чтобы у детей оставались только яркие и позитивные эмоции. Для этого мы пишем сценарий для каждого ребеночка отдельно, у каждого свой диагноз. Нанимаем Деда Мороза со Снегурочкой, ведущих, ростовых кукол, также дарим подарки. И также после утренника накрываем большой стол, угощаем не только детей сладостями, но и их родителей. И, конечно же, после всего этого родители волнительно, конечно, нас благодарят. И эти благодарственные слова нас окрыляют. И хочется, конечно, заниматься этим все время. Хочется дальше творить больше и делать такие добрые дела. Спасибо. У женщин-предпринимателей, те, которые в ассоциации женщин-предпринимателей, в Совете деловых женщин, у нас есть мечта. Мы ходили к ему города. И какая? У нас есть мечта. Это тоже патриотизм. Это тоже связано с Днем независимости. С независимостью нашего государства. Потому что, мне кажется, такие подвиги раньше не делалось. Мы хотим обозначить в городе сквер женщины. Имя женщины должно олицетворяться, естественно, это и с матерью, с мамой, с сестрой, дочкой. Потому что у нас в республике нет такого сквера. Есть сквер, аллея нефтяников, газовиков, предпринимателей. А женщины нет. И мы готовы, обозначили Акиму, мы готовы на свои личные средства открыть этот сквер. Сейчас Акима подыскивает нам подходящее место. Я считаю, что, не если, а когда откроется этот сквер, это тоже будет являться определенной школой патриотизма, определенной школой премьера для молодежи. Правда ведь, да? Сто раз чем говорить, нужно один раз показать. Вот всем, всем, всей молодежи. Поэтому вот у нас эта мечта должна осуществиться. Мы надеемся, что ваша мечта обязательно сбудется. Да. Уже приближается Новый год, поэтому все впереди. Одним из примеров патриотов, на которых можно равняться, как мы уже до этого представили, это Валентин. Скажи, пожалуйста, какими должна быть независимая молодежь нашей страны? Вот для тебя быть патриотом, что это значит? Ну, как независимая молодежь нашей страны, мы должны ценить родину, любить наших родителей, любить наших близких за то, что они есть рядом, развиваться в любых направлениях как можно больше, заниматься также спортом, отслужить достойно своей родине. Ну, я считаю, что самое главное, если есть человек, на которого, возможно, есть возможность опереться, то возможностей много будет в нашей стране. Ну, у тебя, соответственно, есть такие люди, на которых ты равняешься, на которых можно опереться, которые являются твоими наставниками. Ну, то есть я начинал как... Раньше на эту передачу я приходил как работник культуры, как студент, как солист. Даже не превыше тебя видеть в военной форме сегодня, Валентина. Да, раньше я был руководителем русского народного ансамбля «Калинушка». Затем в стенах района, в Дом культуры района Байтирека открыл я вокально-инструментальный ансамбль «Гассербэнд». И с ними в протяжении года занимался плодотворной деятельностью. То есть выезжали на мероприятия районных масштабов, областных и республиканских. То есть изо дня в день мы занимались какими-то прекрасными фестивалями, какими-то похождениями на мероприятия, в дома престарелых, также чтобы подарить людям радость. Касательно системы образования, можно скажи, я тоже. Ну, во-первых, школа «Первый президент», «Забавь интеллектуальная школа», у нас самый главный плюс, наверное, это принцип меритократии. Меритократии в плане доступности образования. Любой ребенок, который сдает экзамен, своим умом поступает в школу. Воспитательная работа в нашей школе – это не просто работа для галочки, это не просто какие-то классные часы, какие-то мероприятия, концерты, нет. Это рутинная работа каждый день. Для сами учителя ставят пример. У нас почти все педагоги занимаются спортом, профессиональным спортом, любительским спортом. Кто-то в лиге в футбольный играет. Есть ребята, которые по стрит-пауэрлифтингам занимаются, берут места первые в футзале. Я сам лично играю в ветеранской лиге, ночной хоккейной лиге, в команде ДОС играю. Всем, пользуясь случаем, хочу передать огромный привет. Наша команда называется ДОС. Это действительно рутинная работа. Дело в том, что наши ученики, как вот и у нас есть программа «Тулан Ельгитарзам». Лучшие ученики едут не за рубеж, а изучают свой родной край. Женебекский район, Срамский район. И с сакральным местом прикасаются, и они даже не знают, что столько интересных, красивых мест в нашем регионе. Да, они ездят и за рубеж, они видят опыт других стран. Я хочу сказать, что вот за 10-летний опыт нашей школы уже есть определенный эффект. Многие ученики закончили вузы, причем передовые вузы мира, Европы. Раньше вот для нас, допустим, потолок был это поступить к Азгольфу, Арабии, допустим, Сапаевский университет, или ЗКГУ, допустим. Сейчас ребята смотрят, они смотрят в университеты Мадрида, Римский университет, Сапиенса, в Соединенных Штатах Америки учатся. Возвращаются, занимаются бизнесом, работают в национальных компаниях. Я считаю, что они делают огромный, вносят огромный вклад. Есть которые наши ученики, ученики уже стали учителями, работают у нас. То есть как бы вот этот эффект, который был задан лет 10 назад, он в принципе есть, это действительно, знаете, это рутина работы, это каждый день. Сам учитель, по сути, это пример. Не секрет, что, допустим, почему Западная Европа, страны Северной Америки хорошо развиты. Потому что все начинается с семьи. Никто не ссорит. Этика через эстетику. Все красиво, все убрано, никто не мусорит. А с этого все начинается. Вот это и патриотизм. Уважение друг к другу, уважение к старшим, почитание старших, не знаю. Вот эти маленькие вещи, вот когда человек создает вокруг себя, вот есть модное слово environment, мы можем создать себе вокруг эту Норвегию или там Финляндию, Швецию. Спокойно. Если сами будем относиться друг к другу вот на таком уровне. Поэтому ученики видят этот опыт, приезжают к нам, удивляются. И в принципе сейчас мы наблюдаем то, что этот мультипликативный эффект все-таки судьбы. Есть он, есть. И ученики понимают, что это огромная заслуга системы образования в целом. Учителя работают, учителя работают, стараются. Я думаю, что эффект будет, и он будет еще больше. Стартовые. Вот в школе, допустим, учащиеся изучают очень интересное направление, допустим, вот отдельно мы изучаем шведскую модель социализма, допустим, как живут в Норвегии, как в Швеции живут, как в Дании живут, почему они до этого дошли, каким образом до этого дошли, какие у них были стартовые позиции, или, допустим, те же страны азиатского тигра. Ничего нам не мешает стать степным барсом на центрально-азиатском пространстве. Абсолютно. Для этого нужно трудиться, учиться, быть честным, порядочным. И тогда все будет хорошо. Спасибо. Ну, дело в том, что здесь, ну, как бы, вы и педагог осветили, да, вас... Ну, самая элитная школа, куда принимают самых лучшие умы, давайте бы, да. Но есть у нас обычные среднеобразовательные школы, и не только образовательная сфера, и вообще все сферы жизни, мы сейчас уже верим, мы знаем, что изменения коснутся всех сфер жизни. Да, вот я согласен. Всех сфер жизни. Это тоже позволил, но позволяет, это новый Казахстан, все сферы жизни. И правильно говорит глава государства, что нужно, необходимо, необходимо создать условия, определенные условия нужно создать для самореализации каждого гражданина. да, это Назарбаев школа, это пример, это элита нашего государства, но необходимо создать условия, условия создать, чтобы каждый ребенок, каждый человек должен самореализоваться, да. Семинары, вот то, что наша школа проводила, семинары для учителей области, обучающие семинары, мы обязательно эти обучающие семинары проводим, и вот та система, которая была введена по кембриджской программе, она уже внедрена в общеобразовательную школу. Потом действительно, вот один философ есть, кузник, если не ошибаюсь, он скрипач, он сказал одну очень интересную вещь, 1-2% в образовании, в культуру, это 5-10% экономики. Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную ко Дню независимости. Сейчас прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию, далее продолжим нашу передачу «Не переключайтесь». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие телезрители, наш эфир продолжается. И сейчас я бы хотела пригласить на нашу сцену Валентина Сажина. Валентин споет одну из своих, можно сказать, любимых песен такую патриотическую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казахстан, жаса ель. Пожалуйста, Валентин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дәуілсіз сатқын тандарым, Орында баба арманым, Дархансын еткен елім ай, Өзінсің мен ардағым. Асқақты ана төлім бар, Оши жер елі жерім ай, Тамыры терін жырым бар, Нұрсыйлаған күнім бар. Тер білім еркін көлім ай, Ардақтан сағын сенім ай, Ел бастаған олым бар. Ақ сүтін ақтасын қызын, Орында болдыр барызын, Джейдарлы елі мен ай, әй, әй, әй. Қазақ ұн жасаң, Қазақстан алға. Қазақ ұн жасаң, Қазақстан алға. Бабағыр сен қораған, Тұғырым баба пораған, Қашапқа толық өтмеген, Жазиралы таламай. Қазақ ұн жасаң, Қазақстан алға. Қазақтың елім, Қазақстан алға. Қазақтың елім, Қазақтың жерім, Жайулы түріп, Қыранды көңі. Қазақтың елім, Қазақтың жасаң, Қазақтың жасаң, Қазақстан алға. Қазақтың жасаң, Қазақтың жасаң, Қазақтың алға. Қазақтың жасаң, Қазақтың жасаң. Казахский язык я начал изучать со школы, с класса второго, это у нас русская школа, направление русского образования, русского языка, и мы, то есть, прям сильно не углублялись так в казахский язык, но большую часть я начал изучать из-за того, что у меня большая часть друзей казахов, именно казахской национальности. Мы, то есть, занимаемся вместе спортом, то есть, ходим на какие-то мероприятия вместе все, сидим, общаемся, также разговариваем на казахском, и то есть, с каждым годом какие-то слова уже влились в разум, в ум, можно сказать, и со временем я начал разговаривать уже на казахском и петь на казахском языке. Именно вот такие песни. Без акцента еще поиск. Без акцента, так чисто, то есть, с раннего детства. И еще хотелось бы вот такой заключительный вопрос задать, вы, наверное, слышали, что президент Казахстана Касым Жома Артукаев считает, что 16 декабря нужно отмечать как День памяти именно наших национальных героев. Вот как вы относитесь к этому в дальнейшем, Сабар Саинович и другие гости, может быть, тоже свое мнение, да скажи, Женебек? 16 декабря для меня это символ свободы, символ могущества нашей страны, поэтому я думаю, это нужно прямо оставить. И День трагедии, давайте, не так, чтобы, в общем, День трагедии. И, конечно, он прав, президент, потому что, я понимаю, ну, сейчас День республики вели, естественно, это День памяти, День трагедии, которым нельзя никогда забывать никому, из поколения в поколение. Государственности вообще просто так никому не дается, да? В Международной арене 192 государства, а народов свыше 500. Есть народы, которые, к сожалению, не имеют своего государства, своих политических институтов. Действительно, вот посмотрите, если на карту, да, физическую карту мира, девятые по площади, 2 миллиона 717 тысяч квадратных километров просто так не даются. Это действительно заработанное потом, кровью, храбростью предков наших, которые боролись, защищали свою страну. Той же молодежью, теми студентами. Конечно. Кровавая Алмата, те события ведь никогда не забудутся. Поэтому, конечно, это прежде всего суверенитет и целостность нашего государства. У нас остается 5 минут до окончания эфира. Хотелось бы снова к вам обратиться. Какие у вас будут пожелания телезрителям, а в частности именно молодежи, подрастающим поколениям. Ведь не все, да, действительно, что скрывать, да, хотят служить, вот как Валентин, который вот почувствовал, что нужно на примере Валентины. Валентина, да, наверное, мы доказываем, что надо служить Родине, защищать Родину. Ну, только что много слов сказано. Я думаю, что День памяти, да, и независимость все равно. За годы независимости мы в плане развития войск очень много достигнуто, очень много именно в плане оснащения. Сейчас вот, ну, все, наверное, слышите, что вот не раз на заседании, или что-то даже президент говорит, что надо профессиональная армия должна быть. Вот мы как постепенно идем к этому, и оснащение, и вот воспитание в плане, и в плане вот этого всех мероприятий, защиты именно в плане развития военнослужащих. Вот все эти мероприятия проводим на примере наших военнослужащих, мы доказываем то, что вот говорили, да, у нас тоже есть военнослужащие именно в спортивной команде нашей воинской части 55-17. Военнослужащие, которые сейчас на мировой арене защищают честь нашей республики. Это вот Абзал Ашгали, они военнослужащие нашей части, которые вот на гран-при мировой арене в Канаде завоевали в командном зачете в серебро. И индивидуально он в Америке также завоевал. На мировое время они тоже защищают честь нашей республики. Я думаю, что в плане вот этого сейчас очень много возможностей. За годы независимости на постсоветском пространстве единственное в Казахстане открытое военное училище. Это в городе Петропавловск, ныне как преобразованную национальную гвардию внутренние войска. В 1997 году было открыто эти, я вот сам выпускник 2002 года этого училища. В 2009 году это был статус дан военного института и в 2022 году уже статус Академии национальной гвардии. Институт именно офицерского состава сейчас очень, как сказать, поднимают это профессионалы своего дела, которые занимаются именно воспитанием и обучением наших военнослужащих. Это очень, как сказать, выросло оснащение по сравнению с тем, когда мы, вот, например, когда я только вот обучался военному делу и сейчас, это очень, как сказать, разный, конечно, уровень. Но мы тоже на этом не останавливаемся, мы тоже развиваемся, мы тоже учимся на примере нашей молодежи. Я думаю, что вот, ну, как вы сказали, да, может, молодежь сейчас такая, которая больше как развивается в направлении как-то нанотехнологий там и IT-технологий, которым, например, трудно расстаться с сотовым телефоном элементарно. Там у них сотовый телефон или этот компьютер, может, какая-то необходимость, которая засыпает с ними и утром просыпается. Но здесь уже мы потихоньку, конечно, каждому индивидуальный подход нужен, каждому человеку. Мы стараемся как-то это объяснить, привить. И потихоньку-потихоньку развиваем военнослужащие, любовь к родине, чтобы он был именно защитником нашего государства. Спасибо. День независимости еще раз напоминает о том, что наша сила в единстве. Хочется поблагодарить вас за участие в нашей передаче, пожелать вам еще раз добра, благополучия, мира, спокойствия в ваших семьях. Всегда с оптимизмом смотреть в будущее и получать радость от каждого прожитого мгновения. А на этом я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Еще раз хочется поздравить всех казахстанцев с праздником, с Днем независимости нашей страны. Желаем вам стабильности, процветания, крепкого здоровья, удачи, благополучия всеми, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok